Чем заняться летом, если ты фанат или фанатка биологии, как я? Привет! Меня зовут Мирослава Леви, я готовлю ребятку ГЭПа биологии в онлайн-школе Вебиум. И это топ-7 идей от меня. Номер один. Это поехать в биологический лагерь. Он бывает для олимпиадников, где прям погружаются и прям учат-учат-учат. Если вы такой человек, то это для вас. И, скорее всего, вы это уже знаете. Но если вы только погружаетесь в мир биологии, то есть и для вас лагеря, где ребята просто только начинают изучать биологию, на практике смотрят растения, животных. И мне кажется, что это безумно круто. Очень жаль, что я, когда была маленькая, этого не знала. Кстати, у нас в Вебиуме будет биологический лагерь. Правда, он будет онлайн, так что вам будет удобно из любого уголка России на нем поприсутствовать, чтобы нырнуть в мир биологии и прям вот получить удовольствие от этого всего. Я вам очень завидую. Если вы хотите на него записаться, то вы можете это сделать по ссылке в описании. И мы переходим ко второй идее. Это школьный кружок. Может быть, такой есть. Вы можете спросить у своей преподавательницы по биологии. А может быть, даже спросить у нее и пойти в кружок в другой школе. Такое тоже может быть. Или все городской. Все городской кружок. Такой тоже может быть для школьников. Куда школьники ходят, делают разные лабораторные работы, общаются. Мне кажется, это очень круто. Важно именно поспрашивать об этом информацию, погуглить. Гуглить тоже важно. И я уверена, вы такой найдете. Третья идея. Смотреть мои видосы на канале. Они очень продуктивные. Мы там и теорию, и практику, и все-все-все-все-все. Я уверена, вам будет интересно их посмотреть, узнать что-то новое и поучиться в биологии вместе со мной. Летом как раз-таки много свободного времени. Нету занятий школьных. И на моем ютуб-канале есть и теоретические занятия, и теоретические трансляции. Прям онлайн, которые вас уже ждут. Прям вот-вот вы можете прямо сейчас, досмотрев это видео, пойти, включить и узнать что-то новое. Четвертая идея. Это поехать в деревню к бабушке или дедушке. Или просто выйти за город. Может быть, вы уже живете в деревне. Оглянитесь вокруг. Вокруг вас есть биология, которой можно заниматься. Вы можете сделать гербарий из растений, красивый. Вы можете ходить и определять эти растения. Например, можете определять это однодольные или двудольные. Или вы можете понаблюдать за насекомыми. Как собирают пыльцу шмели, бабочки, куда ходят жуки, где живут муравьи. Можете просто посидеть спокойно, тихо в лесу и услышать огромное количество песен птиц. И даже распознать их. Что относится к какой птице. А может быть, вы сходите на какую-нибудь экологическую тропу. Или в заповедник. Куда-нибудь, где можно посмотреть каких-то классных животных или растений. Пятая идея. Это купить микроскоп. Я понимаю, звучит очень амбициозно. Но я посмотрела на маркетплейсах. Простенький микроскоп. Можно купить от одной, от трех тысяч рублей. И наблюдать за микромиром. Взять воду из озера или реки. Посмотреть на простейших, которые там живут. Посмотреть на свою кожу. На свои волосы под микроскопом. Посмотреть на... Может быть, у вашей кошки есть блохи. Посмотреть на блоху. Или на кого-нибудь еще. В большом разрешении. Мне кажется, это суперинтересно. И еще вы можете это все зарисовать. Прям как настоящий ученый или ученая. И как делают ребята в университете. Шестая идея. Моя самая любимая. Потому что я хочу это. Это купить биологическую раскраску. Их очень много. Там, анатомическое. С животными, с растениями. Мне кажется, это очень круто. Когда ты одновременно любишь рисовать. Делаешь это. И получаешь это в удовольствие. И плюс изучаешь биологию. Мне кажется, это очень круто. Даже не летом. Даже в течение учебного года. Седьмая. Финальная идея. Это почитать какую-нибудь научпоп-литературу. Но не прям учебник. Здесь такой, господи. Листаешь, ничего не понимаешь. А именно научно-популярную литературу. Где каким-нибудь простым языком расскажут вам всякие интересные вещи. Например, про то, как образовались киты. Про то, как вообще наш организм взаимодействует с гормонами. О том, как живет наша кожа, наш кишечник, наше сердце. С суперинтересными фактами. А подборку моей любимой научпоп-литературы вы найдете по ссылке в описании в телеграм-канале. Читая такие вот научно-популярные книги, вы, во-первых, будете отдыхать и получать удовольствие. А что я настоятельно советую делать летом. А во-вторых, будете узнавать классную новую информацию, которая в будущем вам пригодится. Напоследок хочу попросить у вас помощи. Нет, я не буду просить лайков. Но может быть из вас кто-то придумает какую-нибудь крутую идею, круче, чем я придумала. Я уверена, мы с вами общими силами можем придумать хоть еще 10 идей. И самую классную, хайповую, крутую идею, которая наберет больше всего лайков, я воплощу летом. Да, только, конечно, если не надо там поехать в Антарктиду на ледоколе. Вот, и покажу об этом в своем телеграм-канале. Так что пишите обязательно свои идеи, чем может заняться биологический фанат, как я, в комментариях. Читайте другие комментарии, уверена, они будут очень интересными. Лайкайте их, чтобы вы поняли, кто же победит, то, что вам понравится. А на этом все. Встретимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.